я вас всех приветствую открытый урок по предмету электрооборудования предприятий гражданских зданий по теме типы вентиляторов регулирование производительности сейчас сделаем демонстрацию всем видно все начнем так по списку хотел бы посмотреть то у нас сегодня так терновчук василий здесь валерия на не на здесь вижу так арслан сатиев максим кузнецов вижу так денис ткаченко гиас анисов вижу так 6 человек ну я думаю остальные присоединятся по мере того как я буду это про проводить урок поэтому время мы не будем задерживаться в связи с тем что и с интернетом проблемы были начнем пожалуй так предмет электрооборудования предприятий гражданских зданий преподаватель электротехнических дисциплин алёшин авталапович так задача на сегодняшний урок обобщитесь и семантизировать полученные знания конструктивных особенностей и характеристик вентиляторов цели образовательная научить применять теоретические знания для решения практических задач развивающие развитие познавательной способности в электрооборудовании логического мышления интересах будущей профессии и ее важности для современного производства и воспитательная выработка уверенности себе своих силах формирование независимого мышления при практических при решении практических задач так ожидаемый результат обучающийся различают типы вентиляторов их конструктивные особенности характеристики создаваемого давления определяет мощность и производительность типа управления вентиляторов различают виды вентиляторов по месту установки краткое описание схемы занятия первый организационный этап проверка домашнего задания второе объяснение нового материала четвертое закрепление пятое рефлексии и шестое домашнее задание так будем считать что организационный этап мы прошли приступим к проверке домашнего задания так ребята прошу ответить на вопрос какой электрический агрегат называется компрессором компрессором является агрегат служащий для сжатия воздуха либо других газов для передачи его на другие различные приборы и пневмоинструменты да очень правильный ответ все точно возили молодец так на второй вопрос на так первый вопрос у нас точно компрессор является агрегатом для сжатия перемещения различных газов том числе и воздуха на различные приборы и пневмоинструменты я вам уже рассказывал на каких предприятиях в основном компрессоры используются в основном практически у вас возникло понимание что быту это например те же автомастерские где закачивают с помощью компрессоров шины в колеса ну и так далее так на какие типы по принципу действия классифицируются компрессоры классифицируются на объемные и динамические да правильно объемные динамические объемные они создают давление в каком-то объеме а динамические они создаются за счет ускорения возникает воздушная волна которая создает давление так теперь так второй вопрос я считаю тоже валерия молодец хорошо ответила по принципу действия компрессоры классифицируются на объемный и динамический следующий вопрос какому типу и группе относится схема данного оборудования посмотрите внимательно лекцию совсем недавно мы поэтому изучали поэтому вы должны вспомнить мембранный мембранный правильно ответ мембранный группа мембранных тип объемный то есть объемный в связи с тем что в объеме каком-то это давление следующий вопрос василий молодец так какому типу и группе относится схема данного оборудования следующий вопрос опять и посмотрите внимательно на схема поршневая поршневой да молодец типа объемный группа поршневых компрессоров так какому типу группе относится схема следующего оборудования посмотрите внимательно это роторные правильно роторно-пластинчатые почему потому что здесь еще и планируем сами пластины сделаны видно что они пластины эти выдвигаются так типа объемный группа роторно-пластинчатых компрессоров следующий вопрос какому типу и группы относится схема данного оборудования посмотрите внимательно очень интересная схема и вообще самая по моему перспективная турбокомпрессоры правильно динамический их еще называют турбокомпрессоры группа осевых компрессоров это осевые компрессоры потому что пальцы двигаются движение воздуха возникает но тип динамический то есть открытого типа то то есть они могут что всасывать воздух что выбрасывать его под давление так будем считать что тему мы усвоили домашнее занятие новая тема типы вентиляторов регулирование производительности вентилятор это электромеханическое устройство предназначенное для перемещения предназначено для перемещения воздуха по помещениям или воздуховодом работа основана на вращении лопастей электрическим двигателем воздух сталкиваясь с лопастями выбрасывается со скоростью под воздействием центробежной силы существуют портативные бытовые вентиляторы в системах вентиляции для подачи или вытяжки воздуха в структуре сложного оборудования содержащего нагревательные элементы требующие охлаждения в конвекторах с принудительной вентиляции у конвекторы сведе с принудительной вентиляции это те же нагреватели только у них в этих нагревателях располагается способом конвекции то есть передачи воды нагрева воздуху и воздух соответственно снизу подымается вверх а холодный подходит снизу за счет этого происходит конвекция передача тепла и с принудительной вентиляции дополнительной когда устанавливается вентилятор соответственно воздух тягивается нагревается и происходит обогрев помещения кроме того что вентилируется помещение так конструктивные особенности вентилятора различаются по множеству параметров начиная от конструктивных особенностей типа вкрепления и заканчивая местом установки и уровнях шума рассмотрим подробнее каждый тип вентиляторов по принципу работы и конструктивным особенностям типы вентиляторов первоначально отметим что по принципу работы все вентиляторы принято делить на два типа радиальные и осевые центробежные все остальные типы вентиляторов диагональные диаметральные без лопастной и так далее модификации радиальных и осевых конструкций то есть это уже модификации подгруппы как бы то есть запоминаем радиальные и осевые центробежные вот радиальный внешний вид радиального он выполнен в виде улитки обычно больших административных зданиях и так далее подвала либо либо промежуточном этаже между крышей и и так и квартирами располагается как раз устанавливаться радиальные центробежные вот эти вентиляторы для того чтобы осуществлять приток свежего воздуха либо используется еще и так что для того чтобы выбросить какие-то газы образующиеся на предприятиях различных видов промышленности так радиальный вентилятор конструктивно представляет собой расположенность спиральном корпусе и рабочее колесо 6 превращение которого воздух поступающий через входной патрубок попадает межлопаточные каналы колеса и под действием центробежной силы перемещается по этим каналам собирается спиральном корпусе и далее попадается выходной патрубок при прохождении газа через рабочее колесо его давление и генетическая энергия возрастает вот посмотрите схематично показано сразу радиальный вентилятор первое входной патрубок второй выходной патрубок вы видите что он сверху располагается 3 сам корпус 4 электродвигатель 5 станина на чем располагается сама вот эта вот улитка и рабочее колесо она вот схематично видно на третьем рисунке и как раз вот видно оно его лопасти видны в самой улитке осевой вентилятор представляет собой цилиндрический корпус наличие корпуса зависит от конструкции центре которого расположена крыльчатка с лопастями расположены по диагонали перпендикулярно относительной оси двигателя крыльчатка устанавливается на вращающейся ось при вращении лопастей воздух движется вдоль оси и выбрасывается усиленным потоком аксиальная конструкция имеет наиболее высокий кпд среди всех существующих конструкций требует незначительных мощностей если отсутствует встречное сопротивление воздуха вот внешний вид осевого вентилятора вы видите здесь и втулка на которой на на которой располагаются лопасти она подключена к валу двигателя и находится в корпусе цилиндрическом осевой вентилятор вот его схематичное рабочее колесо 1 2 корпус 3 электродвигатель четвертая станина осевые вентиляторы применяются для установки свободные проходы для вытяжки и подачи воздуха из помещения во внешнюю среду в технике для охлаждения нагревающих элементов и даже известные так называемые напольные модели также относятся к одной из модификации осевого типа благодаря несложной конструкции простоте в монтаже и низком потреблении энергии осевые модели чаще всего применяются в быту но вы все наверное до дома дома у основной массы людей теплое время например есть кондиционеры а есть также вентиляторы типы осевых колес которые располагаются именно вентиляторах они различаются по своему по своим типу это не реверсивные лопаточки у них не изменяют своего положения постоянно в одном и том же и дует в одном направлении бы реверсивные лопаточки них за счет регулировки винта изменяют свое положение и то есть могут быть как как вперед так и в обратно втягивать себя в воздух в штампованные это заводское исполнение штамповка г-литое это кузнечном производстве изготовлены либо сейчас последнее время используется в основном лопастя пластмассовые то есть химическом производстве первое это втулка второе это лопасть как мы уже и говорили так диагональный канальный вы внешний вид вы сами видите он данный тип относится гибриду осевых и радиальных вентиляторов имеет конструктивные особенности строение корпуса и и конуса первоначально воздух попавший во входное отверстие движется вдоль оси но из-за формы кожуха меняет движение на радиальной подобная конструкция увеличивает воздушный поток и его скорость совмещение двух типов вентиляторов способствует увеличению компактности и снижению уровня шума одна из важнейших понятий это также производимый шум который который производится вентилятор чем без шум не аппарат тем качество предоставляемых услуг лучше диаметральный вентилятор диаметральный вентилятор сам внешний вид его и теперь посмотрите диаметральный вентилятор у него входной патрубок рабочее колесо и выходной диффузор то есть увеличивающий корпус диаметральном вентиляторе перемещение воздуха происходит в плоскости перпендикулярной оси вращения рабочего колеса 2 рабочее колесо барабанного типа загнутым вперед лопаткой корпус вентилятора напоминает корпус радиального вентилятора внешне можно сравнить диаметральный тип с радиальным с той разницей что воздуховод расположен по всей длине боковой стороны крыльчатки а выходное отверстие выполнено в виде диффузора который задает направление широкому потоку подобные конструкции обладают высоким кпд простым монтаже бесшумным и способны легко изменять направление потока выходящие воздушные массы характеризуются равномерности подачи в ограниченном диапазоне благодаря своим характеристикам геометральные вентиляторы широко применяются во внутренних блоках сплит систем воздушных завесок и башенных вентиляторов поэтому и внешний вид сплит систем тоже вытянутый какой можете убедиться есть еще таки такой вид безвопасные вентиляторы это уже последние нововведения без лопастные вентиляторы это только говорится что они без лопастные но необходимо отметить что название без лопастные вентилятор не не вполне соответствует действительности на самом деле конструкции имеется высокоскоростные лопасти но они расположены внутри основания корпуса на двигателе также основание корпуса имеет множество небольших отверстий через которой происходит тягивание воздуха турбины по каналу воздух перемещается обдуватель выполнен в форме круга овала и так далее но как вы сами убедились внешний вид понятно что внизу вы сразу видите для воздухозабора есть отверстие характеристики создаваемого давления для создания эффективной вентиляционной системы необходимо установить вентилятор способность создавать правильное давление в системе именно от давления зависит качество и количество обновления воздуха помещения давление может быть статическим динамическим полным под полным давлением понимает перепад давлений между созданным входящим напором динамическим давлением и сжатием воздуха при столкновении с преградой статическим давлением То есть в вентиляторе создаются два вида, то есть динамическое давление и статическое. Взаимодействие их и создает полное. Вентиляторы по типу создаваемого полного давления делятся на устройства низкого до 1000 паскаль, среднего от 1000 до 3000 паскаль и высокого давления выше 3000 паскаль. Вентиляторами низкого давления создают небольшой напор воздуха в несколько десятков паскалей и не способны полноценно справиться с большими объемами. Вентиляторы среднего давления подразумевают использование конструкции, которая создает сотни паскалей давления и может использоваться в несложных бытовых системах воздуховодов. Вентиляторы высокого давления используются только в специализированных технологических установках воздуховодов, имеющих большую протяженность. Мощность и производительность. Под производительностью понимают объем проходимого воздуха за единицу времени. Это кубический метр в час. Производительность или воздухообмен зависит от типа вентилятора, размера лопастей, сопротивления воздуха и мощности двигателя. Небольшие бытовые приборы имеют от 15 до 20 Вт и при этом способны переместить от 100 до 200 м3 в час. Модели посерьезнее мощностью от 50 Вт работают с большими потоками и перегоняют более 1000 км в час. Но для бытовых целей редко встречаются модели, превышающие мощность 150 Вт. Для промышленных целей могут использоваться вентиляторы, мощность двигателя которых достигает 500 кВт, а производительность – миллион метров кубических в час. Ниже мы рассмотрим еще различные виды вентиляторов. Примеры определения производительности вентилятора. Чтобы определить требуемое значение производительности, необходимо вычислить объем помещения. То есть мы площадь умножаем на высоту и умножить на коэффициент, соответствующий данному помещению. Коэффициенты воздухообмена в жилых помещениях, спальне детской равны 3, гостиной, зале, прочих жилых комнаток от 3 до 6, в ванной комнате 7, туалет от 10 до 15, подсобные помещения, гараж мастерский 8 и коэффициент воздухообмена кухня 15. Ну это естественно, что происходит готовка блюд и так далее, выделяются пары. И для того, чтобы воздухообмена был нормальным, там высокое значение коэффициента. Пример. Площадь кухни 9 метров квадратных, высота 3 метра, коэффициент 15. Перемножая площадь на высоту и на коэффициент, мы получаем 405 метров кубических в час. То есть из расчетов видно вывод, что для организации полноценного воздухообмена на кухне требуется приобретать модели с производительностью не менее 405 метров кубических в час. Ребята, я еще хотел к вам обратиться. Вы у себя в комнатах, в различных комнатах, замерьте площадь, высоту комнат ваших и сделайте расчет для того, чтобы какой вентилятор можно использовать для того, чтобы производить нормальный воздухообмен в комнате. Обычно это делается желательно в кухне и в ванной. Почему? Потому что у них наиболее высокий коэффициент. Так, на следующем задании я специально проверю, это желательно. Почему? Потому что это для того, чтобы вы в будущем в любое время могли высчитать необходимую производительность вентилятора и, соответственно, мощность вентилятора. И, соответственно, вы можете сразу же выбрать себе соответствующую установку. То есть, например, на кухню вы тоже вытяжку будете уже брать, вы уже будете осознанно брать. Не просто так, примерно как бы, а уже будете осознанно выбирать себе именно необходимый электрический аппарат. Так, регулирование производительности. Регулировка скорости. Данная возможность есть у большинства типов вентиляторов. Скорость изменяется понижением и повышением тока поступающих электродвигов. Регулировка наклона рабочей части позволяет изменять направление обдува по вертикали. Поток может быть направлен вверх, вниз или прямо. Поворот рабочей части. Прибор поворачивается по горизонтальной, по горизонтальной толстости, увеличивая площадь обдува. И таймер позволяет задавать время включения, выключений и создавать комфортные условия в помещении. Типы вентиляторов по месту установки. Я еще хотел немножко отвлечься в истории. Мы по электроприводу, помните, проходили привод Борис Семенович Якоби в свое время, в 1837 году изобрел двигатель постоянного тока. И первый электропривод он сделал как раз лодку, когда запустил и провез пассажиров, 12 человек. Но следующим этапом его ученики уже, два ученых, это Чикалев, возглавляющий, они сделали электропривод вентилятора. И этот электропривод вентилятора, а также еще и фонарь, они сделали фонарь освещения. Они выставили на выставку в 1886 году, на российскую выставку достижений промышленности. И взяли золотые медали. А уже в 1887 году в Париже на международной выставке они получили большую и малую золотую медаль именно за электропривод вентилятора. Вентилятора и фонаря, соответственно. Это из истории, как образовались именно данные аппараты. Настольные, небольшие размеры, портативность, позволяют устанавливать модели практически на любую горизонтальную поверхность. Стол, полка, тумбочка. Ну это, естественно, домашние вентиляторы, которые, в принципе, почти в каждом доме есть. Напольные, внешне напоминают настольные, но могут устанавливаться на длинную стойку. Колонные. Вот эта разновидность напольного типа, выполненная в виде колонны. В большинстве колонных моделей используется геометральный тип вентиляторов. То есть, сами лопасти вдоль всего аппарата, что обеспечивает равномерную подачу и распределение воздуха. Более комфортные условия создаются. На стены монтируются места, на стенах в местах, имеющих отверстие выхода на улицу. Обычно устанавливают их на кухне, либо в ваннах, если она выход имеет на улицу. Причем устанавливается так, чтобы шиберы устанавливаются, для того, чтобы воздух проходил только из комнаты, но не входил. Почему? Потому что не всегда требуется поступление холодного воздуха и, соответственно, сохранение тепла одно из важных моментов теплообменения. Оконные имеют специальную раму, позволяющую крепить устройство в оконный проем или форточке. Потолочные, как понятно из названия, эти модели крепятся на потолке и благодаря большому перчатке обдувают помещение. Но на сегодняшний день потолочные устройства комбинируются с источниками освещения, например, с люстрами. И возникает необходимость такая в некоторых зданиях. Тепловентиляторы – это устройства, работающие на обдув прохладным воздухом летом и как обогреватель зимой. Благодаря встроенным тенам, выдуваемый воздух нагревается и обогревает помещение. Тоже эти тепловентиляторы, соответственно, в них располагается осевой вентилятор обычный, но благодаря тенам он еще может и вторую функцию нагрева. Канальные вентиляторы монтируются в воздуховодах и обеспечивают вентиляцией помещений, не занимая свободной площади. Очень хорошие вентиляторы в том отношении, что более комфортные условия возникают, не обязательно наличие его или видимость этого вентилятора, но зато услуги, которые получаются, они получаются естественными. То есть обдув через каналы происходит и, соответственно, вентиляционные каналы, и, соответственно, мы получаем услугу, даже не зная, что она есть. Так, крышные для вентиляции большого количества помещений или больших промышленных зданий применяют вариант установки вентилятора на крыше. Вот эти вот крышные, они как раз и в основном на производство используются. Почему? Потому что необходим большой выброс газов и так далее из помещений. И вот крышные вентиляторы как раз обладают тем, что они, во-первых, не занимают места в самом помещении, а во-вторых, происходит сразу обмен с наружной окружающей средой. Так, прием рефлексии, продолжить предложение. Сегодня я узнал. Что можете сказать, Валерия, Арслан, Василий? Ну, я узнал. Сегодня что узнал? Да, очень хорошо. А вот мне было интересно, что именно вам интересное было в сегодняшнем уроке? Можете сказать? Арслан? Интересно было узнать работу мембранных компрессоров. И я выполнял расчет. Вот этот вот расчет. Постарайтесь, постарайтесь его дома. Я так понимаю, что сегодня это я вам только показал, а на самом деле вы практически можете использовать его, и это пригодится в жизни. Я понял, что вы поняли на сегодняшнем уроке. Можете ответить? Валерия? Василий? Ну, ладно, я так понимаю, что я информацию очень сжатую и быстро доносил вам. Сегодня обязательно, еще лекцию я расположил на платформе, обязательно проработайте. Как я вам уже говорил, обязательно надо несколько раз перечитать теоретическую часть, для того, чтобы она усвоилась, и вы уже могли ее использовать в жизни, в повседневности и на практике. Основное, основная передача наших знаний, это умение потом ее использовать на практике. Теперь вы, используя вот эти вот расчеты, вы сможете выбрать необходимый себе вентилятор, для того, чтобы у вас нормальный воздухообмен был в квартирах. Так, домашнее задание, изучить теоретическую часть, прикрепленную к файлам на платформе, выполнить задание, просмотреть видеоурок по регулированию скорости вентилятора, по гиперссылке. Очень хороший урок, как раз вот регулирование скорости вентилятора, увеличение производительности и так далее. Это вам дополнительно, чисто практический видеоролик, посмотрите, видеоурок. Так, на данном этапе список использованной литературы шековцов, электрическое и электромеханическое оборудование, Зимин, электрооборудование промышленных предприятий, Липкин, электрооборудование промышленных предприятий и, соответственно, интернет-ресурсы. На этом урок, я считаю, законченным. Хотелось бы еще обсудить совместно со всеми. Спасибо вам большое за урок, удачи вам, мне так понравилось. Все хорошо вы на высшем уровне объяснили, с фотографией, с иллюстрационным материалом. Огромное вам спасибо. Толгот Талапович, спасибо за урок, было очень интересно услышать про вентиляцию, напомнить себе свои знания, обобщить. Для себя кое-что узнала, изучила. Цели, я считаю, что вы достигли. Студенты активно отвечали на ваши вопросы, поэтому спасибо большое, Толгот Талапович. Спасибо. Ольга Виловна, звук подключайте. Толгот Талапович, все структура была выдержана урока, все этапы отразил. Мне единственное показалось, что это ваша самая любимая тема, наверное. Потому что, ну, просто чувствовалось, что вас не остановить в этой теме. Ну, все хорошо, пара закончилась. Я думаю, ребята теперь на платформе материал соберут в конспект, и все дальше будут использовать. Да, вечером жду, ребята. Все, спасибо большое коллегам. Ребята, жду ваших выполненных заданий. Все, до свидания. И не забудьте завтра проучаствовать в Олимпиаде в 9 часов. Все, те, кто участники. Спасибо большое за внимание. До свидания. Спасибо. Вам добро. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.